Привет, я Евгений Тихонович, главный редактор РБК «Стиль». Это новая серия проекта о поколении Z, в котором мы общаемся с его наиболее яркими представителями. Очередной выпуск мы снимаем в пространстве Центра океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ. Здешние аквариумы вмещают в себя 25 миллионов литров воды, а в ней живет 12 тысяч пресноводных и морских обитателей. Наша сегодняшняя героиня подстать этому пространству. Ее зовут Дарья Смирнова, ей 20 лет и она океанолог. Привет. Привет. Ты океанолог. Расскажи, пожалуйста, как работает океанологу в городе, где нет океана? Ну, океанологу в городе, где нет океана, скорее, учатся. Ты учишься? Да, я учусь на третьем курсе. Вот сейчас, на данный момент, я закончила третий курс, но мне нужно пройти практику. Вот с этим сейчас пока идет подбор места, где можно пройти практику в связи с этой ситуацией. Это сложнее в этом году. Это МГУ, да? Да, я правильно понимаю. Географический факультет МГУ. Какой третий курс? Да, я закончила третий курс. Поэтому это обычно Архангельский порт, из которого выходит сюда Калининград. Ну, это вот ближайший, скажем так, Балтик, Калининград. Да, ну и Черное море, там Геленджик, Новороссийск. А океанолог, в целом, это, в первую очередь, ученый. Ученый? Да. И ты ученый? Ученый, да, будущее ученый, смею надеяться. Ученый, у нас океанология вообще делится на физическую, химическую и биологическую. То, что касается биологии, но это все-таки ближе к биологам, они гидробиологи. То есть, рыбки – это биология. Да, это гидробиологи. В основном, это физика и химия. То есть, мы должны уже на третьем курсе приблизительно хотя бы понять физик, мы больше физики или химики. Физики, они занимаются измерением всяких характеристик температуры, соленость, всякие, ну вот именно физические характеристики воды. А химики, они мерят содержание различных элементов, там, кремния, фосфора, вот это вот основные, ну, кислород, естественно. Вот это все очень связано с биотой, ну, с биологией. Да, конечно, ну, в отрыве их невозможно рассматривать друг от друга. Да, да, да. Вот это кремний и фосфор – это два таких основных элемента, которые нужны для жизнеобеспечения организма. И которые они в рыбе, и он полезен, по-моему, да? Да, естественно. Не только рыбы используют, но и планктон, там, рачки всякие используют для строительства своих раковин и так далее, вот. Окей, то есть, ты именно вот про химию, про физику, про то, чтобы брать пробы, и это вот твое будущее, получается, научное. Ну, это не все будущее, то есть, у нас как? У нас работа состоит из отбора, то есть, это полевая работа. Экспедиция. Да, на географическом факультете – это поле, а у нас море. Вот. И, значит, мы выходим в море, отбираем пробы, естественно, вот мы собираем данные, а потом химики, например, что-то делают на судне, а что-то везут в лабораторию, и там уже обрабатывают, и у нас получаются какие-то результаты, строятся таблицы, графики и так далее. А физики, они тоже, вот их основная задача, они просто… Судно идет, потом останавливается, команда, мы опускаем приборы, поднимаем, они пишут какие-то параметры, потом, в зависимости от того, какой это прибор, можно либо сразу скачать данные и построить графики, там тоже распределение, и потом уже их анализировать, либо после рейса эти массив данных скачивается и уже как бы строится вот там. Как так получилось, что ты решила именно эту профессию, для себя будущее выбрать, то есть, не знаю, а не стать, допустим, певицей, не знаю, актрисой, или, не знаю, даже бухгалтером, может быть, или, да? Ну, в детстве, там, у каждого ребенка всякие есть мечты, я имею в виду, там, актрисы, там, врачом, там, пожарным, космонавтом. У меня тоже, естественно, были такие разные мечты, но даже милиционером хотелось. О, вот это все интересные. Ну, я родилась в день милиции, просто что это? Адрелий взял, полицейским. Полицейским, да. На самом деле, это получилось довольно-таки случайно, наверное, так, потому что, вот, у меня не было никакой особенной тяги, никакой науки, да, в школе было, там, интересно, биология, да, химия. Не то, чтобы, вот, прямо, ты себе путь наметила и шла к нему. Ну, да, 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 ну, то есть, я не принадлежу к той группе людей, которые, вот, с детства знают, с пятилетчим, они будут врачом, там, или пожарным, или, вот, и я, мне мама предложила, да, услышала, есть школа юного географа в университете, ну, как, так же, как я знаю, есть школа юного историка, биографа. Да, 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 вот, вот, и мама предложила, ну, хочешь, ну, хотя бы поймешь, хочет ты тебя этим заниматься или нет. Я говорю, ну, давай, почему нет? А дело в том, что мы еще, у меня родители походники, ну, по крайней мере, раньше мы очень ходили в поход, когда я была маленькая, достаточно много походов было, и я думаю, о, география, вот, в походы ходить, вот, здорово. Ну, пойду, пошла, все, меня там, вот, приняли, я отучилась, ну, и мама спросила, как? Хорошо, мне нравится. Оказалось, я когда пришла, думаю, ну, вот, там, ходят, там, походники, я вообще не знала, что такое география, как я потом уже поняла, там нам читали с разных кафедр, у нас 15 кафедр. Немало. Да. Понимаю, что география, это не только походы, это вот и с водой связано, и почвы, и земля, там, и, там, география, да. То есть, очень много всего, там, гидрология, все это отрасли географии. Но родителям нравится то, чем ты занимаешься. Да, да. Как это называть, одобрение. Ну, одобрение, да, но вообще у меня родители в этом плане довольно лояльны, говорят, главное, что тебе нравилось то, чем ты занимаешься, и так в целом, ну, как, мы тебя поддерживаем, поддерживаем в любом деле. Ну, мне действительно нравится, когда вот выходишь в море, это все прям, окупается процесс обучения. То есть, иногда это довольно, ну, сложно переварить, вот, получение теоретических знаний. А потом выходишь, выходишь, да, это, во-первых, новые люди, очень интересные люди, специалисты своего дела. У нас одна из героинь, девушка, химик, героиня проекта, и я ей задал вопрос, что ты думаешь по поводу того, насколько престиж науки сегодня для молодежи вырос по сравнению, ну, скажем, с концом 90-х, на которые пришлась моя юность, когда я заканчивал школу. И, в общем-то, провесники не то чтобы рвались в науку, потому что, ну, а, там не было денег, бы не было вот того самого престижа. И вот как раз девушка-химик, она отдает нашу героинь, сказала, что и сейчас-то не особо много престижа у науки, и не то чтобы прямо рвутся. Вот ты как считаешь, согласна с этим? Ну, скорее, да, чем нет. Ну, в связи с тем, что у нас вот относительно недавно в стране, что с нашей страной произошло, наверное, для этого нужно просто время. То есть народу нужно осознать. Но сейчас в науку приходят люди-романтики. То есть они понимают, что как бы никак... Ну, нет, конечно, там, и практическое применение, безусловно, находится там, и те же картографы, там, те же эконом-географы, они там... Эконом-класс звучит. С не очень большой зарплатой, да, называется так. Ну, это смотря, куда устроится экономист. Да, я понял, да, я шучу, конечно. Но ты имеешь в виду, что это, в принципе, такой путь, который нужно пройти, и в итоге ты веришь в то, что... Ну, и когда ты приходишь на науку, ты должен понимать, что, опять-таки, прям очень больших денег ты за это не получишь. Возможно, ты их будешь со временем получать, когда ты, опять-таки, зарекомендуешь себя науку, там, статьи различные писать, руководить, там, студентами, там, преподавать, возможно. Сейчас я хочу, чтобы ты мне показала, собственно, то, чем ты занимаешься на практике. С удовольствием. Покажешь? Конечно. Славночки-секляночки. Ну-ка, пойдем тогда? Пойдем. Как нам с тобой только что сообщили, мы находимся в самом крупном пресноводном аквариуме Москвариума, и здесь водятся огромные такие рыбины, как они называются? Аропаймы. Они, по-моему, в Амазонке водятся, если не ошибаюсь. Да, да. Это в целом такая, как бы, микромодель Амазонки. Что мы сейчас будем делать? Ну, сейчас у меня в руках прибор, ну, скажем так, даже не прибор, а устройство для отбора пробы воды. Он представляет, это называется батометр. 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 Хорошо. Он представляет из себя цилиндр. Цилиндр, они бывают разных размеров, там, на литр, на три, по-моему, на пять, на двенадцать. Нам даже в музее показывали, что бывает на двести литров. То есть это огромный. А эти, типа, маленькие, компактные, так, чтобы пришел? Ну, это да, это да. В зависимости от нужки экспедиции, там, зачет там нужно. Вот. Иногда из них составляют комплекс, то есть их бывает там шесть штук, двенадцать сразу закреплено. Ага. Вот. Их опускают и на разной глубине по команде компьютера их отщелкивают, нажимают на кнопку. То есть, как, их программируют, и они автоматически закрываются на разных глубинах. Вот. И называется это зондирующий комплекс. Пробуем? Да. Давай. Наблюдаю здесь параллельно вот этих огромных чудищ морских. Так, 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 так. Вот тут какой-то узел, да? Да, это узел, да? Да, чтобы не улетел грузик. Дальше я, бразды правления в твои руки я передаю, потому что боюсь, что это сломать как всегда. Да ладно, не скромничай. Ладно, сейчас не... Чтобы потом не кричать, ай, все пропало. И мы его вытаскиваем, и, собственно, вот у нас... Это мы вот набрали водичку, да, получается? Да, это мы набрали водичку. Как в колодце, знаешь. Так. Вот это, собственно, краник внизу есть. Да. И уже из батометра, в котором вода, мы наливаем в стаканчики. Да, разливаем. Да, из этой ружь для разных проб. Вот оно, собственно. Хорошо. Пережимаем, чтобы не текло. Так. Собственно, вот так вот он и работает. Такая вот увлекательная работа у агенологов. А сейчас мы с тобой находимся, как я понимаю, в главном аквариуме с соляной водой. В москвареуме. Здесь вот тоже плавают гигантские, такие прекрасные создания. Будем тоже брать пробы, правильно? Только уже соленой воды. Да, уже, да, масштабная. Но вот, используя замечательный батометр, запомнил, видишь? Правильно. Будем туда его пускать. Да. Ну давай, рискнем. Может быть, ты хочешь? Я хочу, я боюсь, но я хочу. Да. Я не трус, но я боюсь. Вот так вот сказали, знаешь, что называется. Давай я тогда буду. Не хочется, так сказать, стать обедом этих прекрасных, замечательных животных. Марина, привет. Мы тут чуть-чуть тебя потревожим. Извини, конечно. Мы заинтересовались. Ну да, и, видимо, интересно очень. Ну вот и, собственно. Все, то есть, как бы, ну, небольшая условность художественная, но мы своего добились. Взяли пробу. Вот, собственно. Ну и дальше по стаканчикам разливаем, да, и проверяем состав. Я тебе задал вопрос про серьезное отношение к жизни. Если вы с друзьями собираетесь и не веселитесь, а обсуждаете что-то важное, то что это обычно бывает? Вот если мы берем, например, состояние дел в обществе, в мире, в стране, во дворе, в родном, где-то еще. Что вас беспокоит, терзает, не дает покоя? Есть такие вещи? Политика, экономика, голод в Африке, еще что-то. Вот любое. Ну, насчет политики, например, я довольно далека от этой темы, поэтому как-то я не особо поддерживаю такой разговор. Наверное, это не очень хорошо с точки зрения… А друзья? А друзья поддерживают? Друзья? Ну, вот, например, те же экономические географы, эконом-географы. Эконом-географы. Они вот, ну, у них это, естественно, профиль, они это любят, они это с удовольствием обсуждают. То есть, что еще? То есть, это может быть предметом разговора? Да, это может быть. Их волнует то, что происходит сегодня в стране и в мире. Ну, да, да. Могут на митинг сходить, если надо будет? Ну, насчет митингов я… Нет, скорее нет, они не пойдут на митинг. Это просто, скорее, с точки зрения науки интерес и прогнозы. А голосовать? А голосовать за поправки Конституции или против поправок Конституции? Мы с друзьями пока не общались на этот счет, но я сходила и проголосовала, да. Да, но я не буду спрашивать, против или за, пусть останутся твои тайны. Ну, то есть, сходило, да? Да. То есть, у тебя это было важно? Да, да. То есть, можно говорить о том, что гражданская позиция у молодых людей есть? Да, она есть, безусловно. И что они не аполитичные, им на все наплевать? Такого нет, да? Я вот смотрю как бы на окружающих, на плюс-минус ровесников, но они действительно очень этим интересуются. Другое дело, что я не очень в этом варюсь, скажем так. У меня другое пользование. Тем не менее, ты отдала свой голос. Да, да. Хорошо, допустим, возьмем модную сейчас тему, которая тебе тоже должна быть созвучна, экология. Сейчас каждый, и справа, и слева, и спереди, и сзади, говорит про экологию. Почему? Потому что, ну, тема важная, пластика уже слишком много, а ты океанолог, как раз я думаю, что ты хорошо себе представляешь ситуацию с пластиком в океане, в мировом. Тебе это важно? Естественно. Ты лишний раз пакетик пластиковый не купишь в магазине? Нет, нет, ну, вообще, то есть еще до того, как связать свою жизнь с географией, ну, еще даже в таком полусознаительном возрасте, наверное, просто у нас в семье так принято, если у нас, ну, просто мы с собой берем пакеты, чтобы складывать продукты, не покупаем лишний раз в магазине, не берем, даже если бесплатно. Раньше их сушили в 90-е. Да, 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 я знаю, да, слышала. Стирали, сушили. Чтобы не тратить лишние деньги. Там, конечно, речь шла не про экологическую сознательность, а про экономическую, про экономию. Да, да, да. То есть все-таки это важно, да, и... Ну, безусловно, это важно, потому что весь мусор рано или поздно попадает в океан. То есть даже если ты на берегу бросил, там, окурок, бумажку какую-то реками, это все равно с реками стечет в океан, и действительно он загрязняется. Это просто огромное пространство мусорное. Это, во-первых, неприятно видеть, во-вторых, это очень сильно вредит животным, которые принимают их за еду и просто задыхаются из-за этих пластиковых пакетов. Грета Тунберг, она голос поколения, на твой взгляд? Ну, честно говоря, я очень скептически к ней отношусь. Не ты одна. Потому что это... Возможно, у нее посыл был правильный, возможно, она действительно вот... Она очень переживает из-за этого, но тут тоже надо с умом подходить к этому вопросу и не надо перегибать палку. Потому что вот я знаю, что парень, по-моему, из Нидерландов создал ловушку для мусора в океане, вот. И, действительно, насколько я знаю, это ловушка, ее попробовали, и она действительно работает. Если про голоса поколения говорить, тогда кто, например, у тебя голос? Есть такой? Кто-то один, кто объединяет в себе, вот, скажем так, какие-то характерные черты. Моего поколения, наверное, нет. Потому что сейчас все настолько разнопер, разношерстно, разносторонне, что вот даже каких-то, например, своих знакомых я не могу под какую-то единую характеристику, то есть какую-то им характеристику дать, потому что у всех разная позиция на здоровье, там, ну... Ну, в общем, это то, о чем наши герои все и говорят, на самом деле. Да, да, потому что... Должен тебе принаться. Я часто спрашиваю героев наших про ценности, про их базовые ценности, на которых держится у них все внутри и снаружи. Карьера, семья, достаток, там, свое жилье, автомобиль, неважно, религия у кого-то даже бывает, случается, и вера. Что у тебя? На первом месте, наверное, все-таки семья. Семья? Да. Я поняла это, ну, чуть раньше, правда, карантина, но во время карантина... Чуть раньше карантина. Да, я и раньше просто над этим размышляла, но ты... Во время карантина просто я вот укрепилась в своих вот... переосмысленных убеждениях, что все-таки семья – это очень важно, потому что особенно большая семья, дружная семья, это... А семья какая? В широком смысле слова или семья, как институт брака с детьми? Что ты сейчас говоришь, наверное, про широкую семью, в широком смысле слова, семью. Это равноприменимо как к близкому кругу, совсем близкому, так и к широкому кругу семьи, то есть со всеми родственниками, дядями, тетями, двоюродными, бабушками и так далее. Ну, то есть это действительно очень важно, потому что многое, если не все, закладывается в детстве, то есть окружение в детстве очень влияет, и атмосфера в семье, и настрой, и как-то, и любовь. Поэтому на первом месте, наверное, семья, которая любит, которая любит каждого члена семьи, где нет серьезных каких-то конфликтов на почве финансов и так далее. А на втором месте, ну, тоже немаловажно для меня, это друзья, которые... Ну, тоже, которые становятся впоследствии практически как семья. Ну, вторая семья моя такая. То есть на первом месте семья, а на втором дружба. Да. Карьера, деньги чуть-чуть как бы уже подаль остаются, да? Ну... И все, они не столь важны для тебя, чем вот человеческие отношения. Если вот на третье место, то, возможно, да, карьера, которая, в принципе, если ты увлечен, если тебе нравится твое дело, если ты с удовольствием наращиваешь свои навыки, делаешься первоклассным специалистом, деньги, они, ну, даже в науке, они придут, ну, придут, может быть, чуть позже. Или не придут. Как повезет. Ну, это да, но опять-таки, если ты там и языки изучаешь, и всякие там программы осваиваешь, то они потом придут. Когда ты смотришь на себя и на друзей, на ровесников, тебе, как кажется, они больше индивидуалисты? То есть, вот, чтобы внутреннее «я» преобладало, или все же, с тобой мы уже поняли, что семья – семья – дружба, или все же больше как бы вот про как раз окружение, про внимание к близким и так далее. Как тебе кажется? Ну, есть опять-таки люди, которые, наверное, большинство людей все-таки сначала сейчас заботятся о карьере и уже потом о том, ну, о семье, о том, как ее построить. Встречаться, может быть, как бы люди встречаются, да, и начинают там и в 20, и в 22, когда еще карьеры особой нет. Но сначала все-таки, мне кажется, это я, это карьера стоит на первом месте. Последний вопрос, он довольно сложный, и на него вполне может не быть ответа. Представь себе, что мы тебя поставили на трибуну, и ты обратилась к старшему поколению, допустим, к 40-летним, или к 50-летним, или к 60-летним, к разным людям этого возраста, этих возрастов. И задала им вопрос, почему вы в какой-то момент истории сделали так, а не иначе? И, там, условно, не стыдно ли вам за это, или наоборот вы этим гордитесь? Сейчас вот так вот сразу у меня нет такого вопроса, насущного, который прям меня терзает. Возможно, там, когда-нибудь я смогу его сформулировать. Ну, а так, мне, в принципе, мне нравится уклад жизни моей семьи. И, как, к сожалению, я узнала недавно, что моя семья скорее является каким-то исключением, своего рода исключением из общих правил, когда вот такое все благополучное и стабильное. Мне было очень неприятно, грустно это слышать. Наверное, что-то с этим связано. Почему получается именно так? Почему люди живут либо во вражде, либо вот в натянутых таких отношениях? Ну, это действительно, это, естественно, отражается на следующем поколении, и оно вырастает с несколько измененными ценностями, своими какими-то сформированными окружениями. Вот, поэтому, возможно, вот что-то из этой области я бы задала какой-нибудь такой вопрос. Образование или самообразование? Самообразование. Бумажные книги или электронные книги? Бумажные. Много денег или достаточно денег? Достаточно денег. Жить в России или жить за границей? В России. Читать или смотреть? Читать. Навыки или знания? Знания. Религия или атеизм? Ой, сложный вопрос. Религия. Красота внешняя или красота внутренняя? Внутренняя. Своя квартира или квартира в аренду? Своя квартира. Потратить последние деньги на туфли или на путешествия? На путешествия. Передай привет себе 30-летней и пожелай что-нибудь в конце. Передаю привет Даши 30-летней. Я надеюсь, что у тебя все хорошо и что ты добилась всего, чего хотелось и еще добьешься. Желаю оставаться такой же заинтересованной и интересующейся, и максимально доброй и теплой к людям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова